Да вы что вообще спрашиваете? Мы не продаем машины, потому что их нету, завод вообще остановили, так как нету в наличии ничего, предложил варианты пригнать с Испании. Мерседес приехали, там типа продажников нет, никого нет. Ну что можно сказать про Вольву? Мы приехали, там у них офис закрыт, никого нет, нас встретил там один охранник. В Скане тоже нету машин сейчас в наличии, и бушных тоже нет. Здравствуйте, братан, сегодня день второй, открытие филиала в Португалии. Здоровье. Здоровье. Крепко. Так, чужой план. План, едем на карьеру. И по машине встречаться. И едем, да, во вторую половину дня дилером на по новым тачкам. Ис. Вот Рома, вот Рома, вот Рома. Рома, здорово. Ладно. Значит, Рому мы забрали, и сейчас первое место, куда мы едем, это тот карьер, куда мы не доехали вчера. И времени у нас сейчас еще даже нет девяти, мы сегодня выехали с Мишей из офиса в восемь утра, для того, чтобы сегодня до обеда успеть проехать все карьеры, которые запланировали, и после обеда поехать уже общаться по поводу грузовиков. Ну и, собственно, не очень поздно вернуться обратно в офис. Правильно? Да, да, все верно. Едешь себе, едешь довольный, такой думаешь, 4 километра осталось, подъезжаешь, а там по деревне, потому что Google подумал за всех и решил, что надо. Google это американская компания, но мы находимся не в Америке, и поэтому он тут работает как бы не очень хорошо. Мы выставляем маршрут, выставляем точку, он рисует нам маршрут, мы едем по этому маршруту, и в какой-то момент он просто переставляет точку в другое место, мы доезжаем до нее, и типа оказывается, что это не то, что нам нужно. Начинаем искать, и оказывается, что до точки еще несколько километров, а то есть десяток, и, короче, это очень странно. Все, это, вам удачи на встрече. Спасибо. Я сейчас перепаркуюсь, перееду в другое место, оттуда залечу, чтобы меня никто не впалил. А что, все? Ну вот визитку дали, надо потрещать. Визитку типа руководства? Да. То есть его тут нету? Нет, сейчас нету ответственного инженера. То есть я не полетаю, короче? Нет. У тебя в другом карьере полетаешь? Частная собственность. Ну, поехали вот так, развернемся. Внутри? Ну, у нас нет, не шпакнуть же. Вон весы. Ну, весы, да. Щебенка, да. Не пойдешь ни с кем говорить? Главное, чтобы не отстрелили нас сейчас. Да там и нет никого. Так, что-то я вообще сегодня взлететь не могу нигде, походу, да? Ну, там сейчас будет гигантский карьеру. Красиво так, едешь разгружаться, вот цветочки вдоль дороги. Загружаться. А, загружаться, да-да-да. Что-то мы с черного входа в Петрейру заехали. А, лево-наверх? Вот там какая-то будет. Так, все это, конечно, мощно выглядит. Что, никого нет? Нет, в офис надо, да, в другой стороне. А, понятно, куда двигаться? Да. Вот это офис? Вот, походу, дело, да. Так, сейчас и полетаю, пора бы в офисе тучить. Удачной встречи. Да, спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Как встреча прошла? Встреча пошла идеально. А, то есть они, короче, готовы работать, да? Ну, в теории, да. Но, я так понимаю, вы с боссом не виделись? Не было, да, ответственного менеджера. А, контакт, визитка, нет? Ну, она напишет на почте. А, все, и ты будешь потом уже связываться отдельно? Да, да. Ага, ну, огонь, огонь. Так, у нас что, еще сколько карьеров? Один карьер еще. Один карьер, и потом по машинам едем решать вопросы, да? Отлично, погнали. Хорошо, что нам надо обратно ехать до главной дороги, потом налево. Там будет мост, через который надо переехать. Это ты спрашивал про офис, где офис, да? Да, это не здесь совершенно. Он говорит, надо ехать на фабрику по этим вопросам. Гуд лак. Гуд лак. Дали почту, скажи, пишите печку. Отправим презентаху и погнали. Теперь куда? По машинам? Да. Поскольку в течение дня, пока мы ездили по автодилерам, Миша там решал одновременно примерно миллиард, триста миллионов, двести семьдесят, две тысячи, триста сорок две задачи, ему было не очень удобно комментировать все происходящее сразу, то мы с ним договорились, когда мы приедем в офис, я до него докопаюсь, он мне расскажет по каждому автодилеру, каких договоренностей достигли, правильно? Все верно. Давай по очереди насчет Рено. Рено и Ток. Зашли, пообщались. Он сказал о том, что у них нет машин, предложил две бушные, но они нас не устроили, ну и как бы мы отказались. Нету новых машин, ты имеешь в виду? Да, нету новых машин, и там предзаказ на начало второго квартала, двадцать третьего года, соответственно. И, короче, Рено нам вообще не подходит. Да. Окей, дальше было и Вега. Есть ощущение, что он какой-то прям неприятный тип, да? Прям, я вот не разговариваю, на португальском все равно вот видно, когда человек, это прям вот говнюк, короче, какой-то он, мне кажется. Рома подтвердил, если что. И Вега там был неприятный тип. Да, был максимально неприятный тип, который сказал нам, да вы что вообще спрашиваете у меня такое, мы не продаем машины, потому что их нету, завод вообще остановили, что-то там с людьми, какие-то вообще проблемы. Короче, он был удивлен, что у нас вообще существует такой запрос на новые машины. Да, ну и итогом мы его поблагодарили и ушли с миром. Так, окей, да. Ну, сейчас его знаем. Ух ты, посмотри, какой красавец стоит. Рождественная вещь. Да, он там был интересный. Мужик, он нам очень добродушно все показал, показал новую серию DAF, которые сейчас должны выйти в октябре, получается. Мы его любезно послушали, он нам предложил варианты, так как нету в наличии ничего, предложил варианты пригнать с Испании. Мы, соответственно, любезно отказались, потому что там большой пробег, ну и как бы... А, то есть новых они тоже предложить не могли, только бы уж... Нет, они предложили нам одну новую, которая у них будет типа в сентябре, в конце сентября, начало октября. Но мы тоже от них отказались. Потому что, ну, изначально мы базово для себя понимали, что мы хотим взять либо Вольву, либо Сканер. Отсюда у нас была вилка. Ну, соответственно, пообщались, познакомились, контакты есть, но при этом работать не будем. А поехали по всем, для того, чтобы вообще понимать обстановку, правильно? Да, какая обстановка, наверное. Так, окей, Мерседес. А мы в Мерседес приехали, там, типа, продажников нет, никого нет, типа, извините, перезваниваетесь. Ну, и итогом мы просто ушли, и там, ни с кем не пообщались. Ну, мы созванивались итогом с ним по телефону, он нам сказал, что есть предзаказ, и не более. Предзаказ тоже на следующий год, там, середина следующего года. Тоже не наш вариант. Да. Так, Маны. Куда сейчас едем? Ман. Ман Тракс. Ман Тракс? Да. Нет, здесь у нас там уже. Где, в Мане? Да. А что, мы им звонили, сказали, что едем? Они должны были почувствовать, что Агранж едет. А-а-а. Да-да-да, конечно. Сто куда. Нам было сказано о том, что тоже, опять же, машин нет, типа, надо заказывать, хотите съездить, типа, смотрите бушку. Приехали на бушку, посмотрели, там, что-то был 15-й год, но не наш вариант, не наш профиль, мы отказались от этого. Ну, и, в общем-то, остались вот те, которые мы изначально рассматривали, это Scania и Volvo. Ну, что можно сказать про Volvo? Мы приехали, там у них офис закрыт, никого нет, нас встретил там, что-то один охранник какой-то сказал, извините, мы отдыхаем, у нас все закрыто, все тачки, которые есть, они все распроданы. А у них еще там на газу какие-то машины стоят? Ну, да, газовые, но и то тоже их продали, вот. Мы вышли на связь, поговорили с ними, ну, приняли для себя решение, что они будем их брать и остановились на Scania. Ну, итогом мы все будем брать машину в Польше, потому что в Scania тоже нету машин сейчас в наличии, и бушных тоже нету, и есть дефицит, который сформировался за предыдущие годы. Но не через простугальское представительство Scania? Не-не-не, да, нашли компанию, которая продает в Польше, поедем в Польшу, будем забирать наши первые тягачи. И с водителями сразу? Да, сразу с водителями. У нас уже один водитель прибыл, он проходит обучение. В Польше? Да, он как раз в Польше находится, он... Это дядь Саша, он уже был на этом канале, один раз с Альбертом, я с ним ездил в рейс, и сразу не помню, но был дважды, по-моему. Известная личность Лагранда. Да, да, очень давно работает у нас. Да, и есть водитель, который здесь местный, который полетит так же перегонять машину и будет какое-то время работать у нас. Мы берем булушки с минимальным пробегом, потому что по всей Европе по факту нету этих машин. Те машины, которые мы покупаем, мы их без проблем посмотрели в местном дилере, в Скане, нам их чекнули, сказали, что все ок, можно брать. Ну, в принципе, нет проблем. Огонь. Все, клево. Отлично, вообще. Спасибо. Да, без проблем. Значит, по традиции обращение к водителям, которые смотрят, если у тебя есть открытая категория Е, и ты ищешь, в какой компании работать, то у тебя есть шанс еще и попасть в Европу, если ты, тем более с опытом. Мы же без опыта вряд ли сюда возьмем кого-то, да? Без опыта нет, сейчас не возьмем. Под роликом будут контакты отдела подбора водителей, вопросы все туда, либо пиши комменты, либо там в Инстаграме, ссылки тоже все там. Спасибо за просмотр, мы продолжим здесь снимать, что происходит, тут будет интересно, стопудово обещаю. Спасибо за просмотр, пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА